На неделе в Беларуси начался отопительный сезон. Тепло уже в квартирах, больницах, школах и детских садах. На очереди лишь некоторые офисы и фабрики. Ну а мы на неделе задались вопросом, от чего же зависит та самая цифра в жировке. Нашли на неё три совершенно разных ответа. Анастасия Бенедесюк продолжит. Здесь само сердце, наверное, системы. Здесь находятся вентиляторы и фильтры воздушные. Всё соединено с общей трубой. В каждой квартире подключаются. Найти в стопке на вид одинаковых жировок нужную Артёму ничего не стоит. У настоящего хозяина каждая гигакалория на счету. Сэкономил на тепле, купил булочку. Вот смотрите, январь жировка 364 тысячи было. Отопление 61 тысяча 161 рубль. Сегодня таких энергоэффективных домов в стране с два десятка. Запущены уже таковые и второго поколения. Сейчас возводят их в Гродно, Могилёве и столице. Планируется, что потребление тепловой энергии на отопление в таких высотках снизится почти в два раза. Более того, дом в Гродно будет оборудован солнечными батареями. Установлены там солнечные коллектора. Они перекрывают нам практически 50% ГВС, горячего водоснабжения. То есть у нас сейчас очень пасмурно. Но в то же время у нас на солнечных коллекторах по датчикам посмотрели 42 градуса. Солнечная батарея – один из лучших вариантов альтернативной энергии. Правда, чтобы нагреть с их помощью дом, то должен быть энергоэффективным. Жилище Алексея отличается от большинства. Батарей как таковых в доме нет. Отапливается всё по системе. Тёплый пол, под ногами буквально циркулирует горячая вода. От плюс 27 до всех 30. Норма температуры в комнате плюс 25. В каждой терморегулятор. Здесь же уже упомянутая умная система вентиляции. По сути, коттедж Тарногорского – дом термос. И сегодня это определённый тренд, уверен хозяин. У нас сейчас ещё есть перекрёстное субсидирование. И мы платим очень небольшие деньги за энергоресурсы. Предприятия платят большие. То есть у них экономически обоснованные тарифы. А население неэкономическое. Если Латвия, там цена тысяч метров кубических составляет в районе 500 евро. Украина, там энергоносители в 8 раз дороже. О том, что дом может быть ещё и умным, эта женщина из Хрущёвки и не слышала. Вот уже 10 лет Юлия Былина на себе ощущает разницу между былью и небылицей. Квартира холодная. Даже в двух парах носков ходить невыносимо. Интервью с хозяйкой записывали, когда на градуснике не было и плюс 10. Грелась чаем горячим. Зато зимой окна нараспашку. Тот случай, когда отапливаешь ещё и улицу. В число 5 апреля уже приходится звонить и просить, чтобы выключили отаплив. Есть в квартире и обогреватель, но опять же экономия. В среднем в прошлом году за тепло Юлия заплатила 15 рублей. Могло бы и меньше быть. Да, сетует хозяйка регулировать градус, как в постройках, куда новее не может. Это просто непредусмотрено. Мы всегда регулируем. Сколько максимум показателей? Двойка, тройка, не больше. С погодой в их доме, уверяет Светлана, всё в порядке. Дома тепло. Верим с трудом. На полузимняя клюшка, шайба, своё веское, жарко. За 4-летним Петром. Он только в шортах. Что касается оплаты за коммуналку... Я бы не сказала, что это слишком как-то накладно, когда нам включают отопление. Ну, на процентов 30, наверное, становится жировка дороже. Сегодня белорусы возмещают 58% затрат на коммунальные услуги. К примеру, в 2015-м было почти в два раза меньше. А вот к 100% придём уже в 2018-м. По данным Минэнерго, теплоэнергии самостоятельно оплачиваем лишь 17%. Отсюда простая арифметика. Семья Лихторовичей с регулятором отопления в среднем в месяц отдают по этой графе в жировке 26 рублей. Должны бы 153. Артём с возлюбленной в самый лютый месяц греются на 6 динаминированных рублей вместо 35. Юлия с дочкой 15, а надо бы 88. Вот и получается, только эти три семьи недоплачивают в сумме за тепло 228 рублей. Впечатляет. Кроме того, уже в ноябрьских жировках многие белорусы увидят помощь государству ещё больше. Рассчитывать на жилищно-коммунальные субсидии смогут прежде всего пенсионеры и инвалиды, а также семьи, которые на оплату ЖКУ тратят определённый процент общего дохода. Для горожан это 20%, для жителей сельской местности – 15%. А на неделе о главном в доме. Анастасия Бенедищук, Андрей Кульгавый, Михаил Потягов и Роман Пастернак.